Петропавловск В Петропавловске прошла президентская елка. В ней приняли участие более 300 детей со всего североказахстанского региона. Петропавловск Лучших учащихся спортсменов, детей из многодетных и малообеспеченных семей президент поздравляет лично и намного раньше остальных. Елка от имени главы государства по традиции проходит накануне Нового года. Попасть сюда – мечта каждого казахстанского школьника. Дорогие ребята, пусть исполняются все ваши желания, мечты в Новом году. За вашу дару готов! Впервые президентская елка проходит в Новом дворце школьников. Кстати, дворец – тоже подарок от Ельбасы североказахстанским детям. Поздравлением Нарсултана Назарбаева присоединился и Аким области. Как отметил Кумар Аксакалов, страна и регион стараются создать благоприятные условия для самых маленьких казахстанцев. Все, что сегодня делается в стране, для будущего страны, а это означает для вас, строятся новые объекты, образование, дополнительное образование. Вот этот объект, он построен по личному поручению президента. Это хороший подарок для детей северного Казахстана. Увидеть героев мультфильмов, мифические существа эти дни можно на любом новогоднем утреннике. К выбору и подготовке костюмов участники праздника подошли со всей ответственностью. Еще бы, ведь на елку приглашает сам президент. Исайкин, Роман. Костюм цифровой Казахстан. Айртаусский район. Гран-при, есть, парни, парни. Парни, парни. Парни, парни. Парни, парни. Аплодисменты, ребята. Гран-при, есть. Гран-при конкурса получил воспитанника Айртаусского детского дома. Роман Исайкин облачился в необычный костюм. Мальчик наглядно показал, что такое цифровизация и почему в стране так часто о ней говорят. Цифровой Казахстан, он представлен в образе робота. Цифровой Казахстан – это возможность использования цифровых технологий и робототехники во всех сферах деятельности, таких как наука и образование, экономика, медицина, машиностроение. Первым местом жюри удостоили Асилим Даулинбай из района Шалакын. Вторыми стали сразу две участницы елки – Анастасия Гладченко и Гульжаян Джапеева. Приз за третье место отправился в Таинжинский район, завоевала его Куралай Норд-Кайказы. Помимо хорошего настроения перед зимними каникулами, школьники получили ценные подарки от Нурсултана Назарбаева. В Шенгенте открылась выставка работ фото-журналистов со всего мира. World Press Photo собирает на одной площадке яркие фотоработы и показывает их в сотнях городах всего света. Эмоциональные, цепляющие, завораживающие, открывающие голую правду на происходящее в мире. В Шенгенте проходит международная фотовыставка World Press Photo. На ней представлены яркие работы фото-журналистов всего мира. Через призму объектива они заставляют общество лицом к лицу столкнуться с самыми актуальными проблемами современного мира – терактами, войнами, голодом и лишениями. Я считаю, что журналистика, в особенности фото-журналистика, очень сильна, может повлиять на окружающий нас мир. Это действенная сила, которая может что-то изменить. Одно фото может сказать больше, чем тысячи слов. Качественная, независимая фото-журналистика может снять розовые очки с глаз и показать нам реальный, порой неприглядный мир. Ежегодно на конкурс World Press Photo мастера кадра присылают больше 70 тысяч фотографий. И только сотня лучших из лучших фотополотен отправляются в турне по городам и странам мира. Главный приз в номинации «Сильное фото» в этом году получил фотограф из Венесуэлы Роналда Шемидт за снимок охваченного огнем участника антиправительственной акции протеста в Каракасе. «Это международная выставка, выездная. Ежегодно она меняет больше ста локаций. Лучшие работы выбирает независимая жюри из разных стран. Фото должны быть актуальными, затрагивать острые темы, связанные с этическими нормами, которые волнуют мировую общественность». Фото-выставка с громкими именами и наградами взбодоражила и шемкенцев. Пройти мимо эмоционально тяжелых работ, не вглядевшись в их суть, фотограф Александр Демин не мог. Парень ежегодно следит за фотоконкурсом и даже отправлял на него свои работы. «Здесь очень много фотографий, которые трогают за душу, заставляют задуматься о том, что происходит в мире. На самом деле очень удивлен, что у нас проходит такой фотоконкурс, потому что это мировой конкурс, за которым я слежу постоянно. И в прошлом году я даже укладывал фотографии на этот конкурс». Организаторы конкурсов «Поиски талантов», особенно в копилке удачных снимков, рады фотографиям из стран Азии. Выставка World Press Photo пробудет в Шемкенте до 2 января. Увидеть лучшие снимки уходящего года можно в выставочном павильоне университета Мирас по адресу Сапаг Датка-2. В Ахтубе состоялось открытие лыжного сезона. В массовом забеге по лыжной трассе длиной 1200 метров приняли участие свыше 200 горожан. В текущем году Управлением физкультуры и спорта запланировано проведение целого ряда турниров по зимним видам спорта. Это спартакиада школьников, областной чемпионат и молодежные игры Республики Казахстан. Старт всем мероприятиям был дан массовым забегом на лыжах. Открываем мы лыжными гонками. Сегодня дистанция небольшая, спринтерская, всего 1200 метров. Но зато сразу несколько возрастов, с пятого класса начиная и заканчивая пенсионерами, сегодня стартует с большим удовольствием здесь на этой лыжной трассе. В гонках приняли участие порядка 200 актюбинцев. Ученики городских школ, учащиеся колледжи, студенты вузов, сотрудники промышленных предприятий, частных компаний, организаций, госучреждений города, да, а также просто любителей прокатиться на лыжах. Первый раз за 15 лет в гонке. А вообще не бегал, просто ищу посмотреть трассу, как оно что-то так поехало и включился. А так замечательно. Спасибо организаторам. Победители забега получили медали и грамоты по возрастным категориям. А всех любителей лыжного вида спорта в скором времени ждет подарок от городских властей. Будет отстроена современная лыжная база с освещенной лыжно-роллерной трассой. И приятная новость для любителей спорта. На существующей базе уже в первые дни нового года вновь будет оживленно. Следующий, 5-6 января, пройдет чемпионат области по лыжному спорту. Это уже побегут. Лыжники им наиболее подготовлены. Ну и здесь я смотрю, очень много людей, которые вполне достойно стоят на лыжах. Лыжники им наиболее подготовлены.